Субтитры создавал DimaTorzok 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 Истинного духовного учителя Начинает Расти Субтитры создавал DimaTorzok 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 И в конце концов эта вибрация этих слов, оно превратилось в рам, 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 рам. И что произошло далее с Валмикириш? Валмикириш обрел трансцендентные качества. И когда он был охотником, он убивал их. Каким образом он убивал? Очень жестоко. Он их не убивал полностью, он оставлял их живыми. И видя эту агонию, в которой они мучились перед тем, как оставить тело, это доставляло ему удовольствие. Он был очень сокосердечным. Он убивал наполовину животного неполностью. И после, когда он обрел духовное посвящение, ученара Дареши, когда он видел его, он, для того, чтобы поклониться, он убирал муравьев и всех насекомых, которых он мог нечаянно убить. Когда совершал Дадават Пранамы своему духовному учителю. Такое перерождение произошло. Поэтому Шастера говорит, что без трипы, без милости Вашнава, никогда хрипа, это семя Бхакти, оно не сможет быть проявлено в сердце ученика. Поэтому с помощью Хапоста Вы не сможете обвести лобосные стопы, с чьей Бхагавана, из жизни в жизнь. Даже если Вы родились высокообразованной, высокофказанной семьей, это не поможет. Каким же образом Вы сможете обрести милость Кришны в этой шлоке? Это повествуется. Раскрывая внутренний смысл. Каким образом мы можем обрести милость Кришны? Лишь только до тех пор Бхакти будет доступна для Вас, когда Вы. Лишь только с помощью Бхакта-санга, санга, санга со святыми, Вы сможете обрести драгоценную, бесценную, бесценную милость. Если Вы будете пытаться делать самостоятельно, Вы из жизни в жизнь не достигнете конечной цели. Но в сангу-санге это станет совершенно доступным для Вас. Конечно, Вам нужно прикладывать усилия, как, например, Кришна. Он сам лично дает нам пример, каким образом он относился к своему духовному учителю и к старшему. И для того, чтобы очистить свое сердце, находясь в сангу-санге с большим уважением и почтением, Вы должны брать пыль злотосных стоповощного и возлагать на свою голову. Потому что Бхакты, чистые, преданные Господа, они являются Нирмана, совершенно чистыми. Кришна, Кришна Бхакты, преданные, они всегда думают о Кришне. Что Кришна? А Кришна что дарует? Что Кришна, когда Он спрашивает преданного? Как Я могу послушать, что Я могу даровать Тебе? И тогда Кришна говорит, что Я не желаю ничего, ни богатства, ни процветания, ни почета. О чем просит истинный Кришна? Он просит все больше и больше служения. Он постоянно испытывает большую жажду, неутолимый голос служить за стопом Господа. Ему ничего больше не надо. Как Кришна, Он постоянно размышляет. Я нахожусь в неоплотном долгу. И поэтому, если я возьму присуток смыслов Вашнавов, тогда я смогу каким-то образом оплатить им. Но Вашнавы не желают этого. Кришна поэтому следует за Вашнавами в большем желании взять лотосную пыль с этих Вашнавов. И таким образом Кришна считает, что таким образом его сердце чистит. И он сможет быть квалифицированным, чтобы отплатить тот долг, который он испытывает при своем чистом предании. В этой шлоке превозносится, превозглашается принцип, с помощью которого мы можем обрести Бхакти. Это лотосная пыль чистого овощного, вода, которая мыла его лотосные стопы, и также остатки его Махапрасада, которые являются очень могущественными. И поэтому, находясь в таких отношениях, в настроении уважения и почтения, и служения такому Вашнаву, когда Вы следуете этим принципам, Вы можете обрести Бхакти, как Даша Матера Харани. Она служит Кришне, и Кришна очень удовлетворена. Даша Матера Харани испытывает еще больше счастья служением Кришне. В миллион-миллион раз она более счастлива, чем Кришна. Когда она видит улыбывающееся, довольное лицо Кришне, она испытывает такое экстатическое состояние счастья, которое невозможно выразить словами. Чаринаврит. Что такое Чаринаврит? Это вода, которая мыла воду с Маскопой Вашнавой. Она очень могущественная. Далее. И поэтому, в сочетании Махапрабху, Он пришел, и Кришна Сам лично испытывает, который обре настроения, и свечи на Тетхаране, Он пришел на состояние Рады Абхавы, для того, чтобы культивировать Его и достигнуть совершенства. Он пришел в образе Гора Хари. И сам Кришна, Он пришел к Богу Гора Хари, и Он принял настроение преданного, в своей локе, в самого лучшего Бхагавана. И также, далее, в этой шлоке объясняется, это Даршан. Даршан чисто у Вашнавой настолько редкий, и Вы настолько удачливы, что вот Махарадж приехал, и Вы сможете послушать приготовию из его уста. Хари. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Во время особой консталляции планеты, как Сватин Акшетра, совершая обещавшихся на Расим Тадеву, что является настолько благоприятным, и я также мог участвовать в этой церемонии. А сейчас Патмада Махарадж начинает рассказывать о Шираме, Лакшмане и Ситадеве. И не только Ширам, но и Лакшман, и Барат, и Ситрудно, которые являлись братьям Ширама, они также участвовали в этих удивительных лилах Господа Ширама. Мы знаем эту очень трогательную лилу, которая произошла в Четрахути, когда решалась судьба Ширама, поделённых знаний, или вернуться в Айохио. И также... И также... Далее... Сейчас он перечисляет... З Bogу Моя З Bogу Он сейчас перечисляет различные форумы Шинара Симхадева в зависимости от его деяний. То есть есть особое название Шинара Симхадева, указывающее на эти особые лилы Господа Шинара Симхадева. И вот сейчас как раз, когда Шипатматов Махарадж поехал в Тиропат, он обрел Даршан Шинара Симхадева, который называется... Когда Кришна находился в двороке, В каком состоянии находились в Раджаготе, испытывая невыносимую разлуку о Кришне, находясь на вредовании? Вы знаете, в материальном мире есть нечто похожее на эти состояния разлуки. В материальном мире сейчас очень много разводов, и когда семьи разрушаются... Сейчас он рассказывает о разговоре, который произошел между Шри Рамом и Лакшманом. О том, что явилось нисхождение Шри Рама в этот материальный мир, как в образе того, кто проповедовал Мариаду. Действительно, естественные принципы, которые мы должны соблюдать в материальном мире. Он рассказывает, что восьминаправлениях, в четырех направлениях, и также между ними имеются полубоги, которые управляют и имеют особые обязанности, полномочия, и они находятся в этих направлениях. И на юге, например, Индра, кто является Божеством, поклоняем Божеством на севере, спрашивают. Шипат Мадову Магараш. Вы знаете, что есть символы позитивности. И позитивного, и негативного, этот особый символ, как-то он называется, сейчас он объясняет. Бхагаван – это единственный, который в действительности заботится о всех обусственных душах этого мира. И вот в этой шлоке объясняется. Иногда Кришна в действительности на лодке переплывает. Шипат Махапрабху, это сам Шипат Махапрабху, это сам Шипат Махапрабху, это сам Шипат Махапрабху, на лодке переплывает Гангу. Точно так же это является проекцией надживы этого материального мира, которые также с помощью саду Санге могут переплыть этот большущий океан материальных страданий этого мира. Далее Шипат Махапрабху рассказывает далее расписание, которому не следовали находясь в Тюруппате. И первый день, когда на следующий день он рассказывает места, которые они посетили, связанные с Даршаном. Эти места связаны с деянием сочетания Махапрабху, когда он отправился в места паломничества по следам. После Даршан, связанных с Шри Багаваном, самимущей Кришной. Даршан рассказывает о том, как однажды... ... И если вы не живете, то вы можете взять Лакшми Деви, Падам Амати, и вы можете взять все, и вы можете говорить. Даджи Баши, и вы можете говорить. Дарсан Кашти Рубати Нам, вы можете посмотреть. Это в Англ-продетах Телегу Баса. Телегу Баса, Лакшми Кобот Пехти Руб. Эти места, которые посещал Шипатмаду Мухараджи, связаны с Лакшми Деви. Почему здесь тот, кто является возлюбленным мужем Лакшми Деви, это Лакшми Терупати, это божество, которое дашь, которое обрел Шипатмаду Мухарадж на второй день. Этот Хакурджи очень древний, и ему поклоняются очень большой торжественностью и пушностью. И очень много всевозможных отношений предлагает божеству в течение дня. Во время мангала-рати в кучаре пришел, и однажды он не увидел блюдо, которое он предложил, и он нашел его. И я, когда у меня, когда он был в Казахстане, он был в Казахстане, и он был в Казахстане. Продолжение следует... 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 И мы вот проделали путь. Чаранчина там, вот это место, где он рассказывал Шипатмата Махараджи, в Хирупате, в том месте, где они обрели, рассказывал эти все истории. Там есть отпечаток его чин, это подбородок. То есть там есть особый отпечаток, связанный с его подбородок. А сейчас рассказывает Шипатмата Махараджи, что когда они в этой горной местности, они пришли в место, где связано Шинарасимхадевом, который в этом месте, Шинарасимхадев, он даровал даршан Шипатмата Махараджи. Вы знаете, что у Куэра было два сына, Манегриф, а, четыре, Ха-ха, Ху-ху и Манегриф и еще четвертый. Вы знаете эту историю, связанную Шинарасимхадевом, и когда он даровал особое проклятие, которое являлось духовным благом для двух сыновей Куэра. Остальные два, которые также связаны с проклятием Шинарадариши, которые также превратились в один слон, а другой в проклятии. Вы знаете историю, связанную с этим слоном, которого крокодил хотел убить, и таким образом он схватил его ногу и тянул его в озеро. И в этот момент, когда этот слон пытался спасти, но уже когда у него не было сил, и он уже понимал, что он истекает кровью, в этот момент он предложил лотос, который он сорвал своим хоботом в этом озере, и предложил лотосным стопам Господа Шинарайны. Вот эти два воплощения сыновей Куэра, вот эта история, связанная с этим, как раз в этом самом месте, куда отправляющий Патмадова Махарадша. Это святое место, оно находится там. Дарш Мирасим Хадеев, он появился в этом месте, под Ваньяновым деревом. Он даровал вначале Даршан вот этим двум братьям, сыновьем Куэра, и это место называется... Затем я пошел... Мы пошли в другое место, связанное также с Нарайсим Хадеевом, которое имеет особое значение. Греши Нарайсим Хадеев, он дает нам учения, как Шипрохлада Махарадша, вот этот разговор, который состоялся в этом месте. На самом деле, все эти святые места, они не были установлены людьми, они сами проявились в различных местах, связанные с Нарайсим Хадеевом. И эти божества, очень древние божества, которые открыты сейчас для Даршана, они проявились сами, совершенно спонтанно они проявились. И они... И эта дорога, горная местость, она была достаточно сложная. Мы шли и заходили в некоторые пещеры, удивительные пещеры. И также есть место, где Шипрохлада даровал свой Даршан Курушураму. Мы обрели Даршан этого места. Затем каждый из нас пытался предложить... Как оно, этот орех, фокусовый орех Шипрохсим Хадеево, что является традиционным. И также, после, мы были высокоудачливы, что мы смогли пустить остатки, то есть Махапрасата, Самошина Расим Хадеева в этом месте. И очень довольны, мы отправились дальше. Мы обрели Даршан. Мы обрели Даршан. Он был подобен огненному шару, который освещался 14 планетных систем. И все полубоги находились в испуге. В испуге. После того, когда Хиромик Шипрох был убит, Мерасим Хадеев, он находился в этом состоянии. Его руки были окровавлены. И также... И в это время полубоги они испытывали очень сильный страх, и никто не мог приблизиться к нему. Затем они попросили Лакши Медеви, которая являлась его супругой, чтобы она подошла. Но она также испытывала некоторое смущение. И затем вот эта прохлада Махараш пришел. И все, что произошло, это произошло в этом месте, о котором сказали Чепатмадову Махараш. Прохладу Махараш не испугался. Он пошел... Он подошел к Мерасиму Хадееву и сел на его колени. Он подошел к Мерасиму Хадееву и сел на его колени. Как на примере президента, который руководит большими департаментами. У него очень много секретарей, и также министров и так далее, которые выполняют определенную работу. И президент в этот момент, он находится в особом положении. Когда он домой возвращается, то его положение меняется. Он становится отцом, он становится мужем. И его настроение в сердце меняется. Это точно так же, что Мерасим Хадеев в этом особом настроении, когда уже было сделано. И Храни Кашипу был убит в этом настроении. Постепенно, когда он видел прохладу Махараш, его настроение, сердце изменилось, он спросил прохладу Махараш о благословении. Чего он желает? Я готов все исполнить. Если ты желаешь даровать мне благословение, пожалуйста, Мерасим Хадеев, мой отец, он был очень горделив по отношению к тебе и совершил очень много оскорблений. И поэтому, пожалуйста, даруй ему благословение, чтобы он мог избавиться от оскорблений, которые он совершил тебе. Затевший Мерасим Хадеев сказал, что прохлада ты являешься чистым преданным. И поэтому твой отец, он автоматически избавился от своих грехов и достиг освобождения. Поэтому проси другое благословение. Вы знаете, что чистый преданный он может освободить 20... Если он находится на очень возвышенном уровне Баффти, на уровне, он может освободить 21 поколение. Все, отец, мать и все, кто окружает этого преданного, они все автоматически получают освобождение. И поэтому, член Расим Хадеев обратился, проси другое благословение. К член Расим Хадеев сказал, что живы этого материального мира, они совершенно позабыли о тебе, и они страдают от этой боли, невыносимых тростных страданий. Поэтому, пожалуйста, даруют благословение, чтобы они смогли избавиться от страданий этого материального мира. И тогда Расим Хадеев сказал, это совершенно легко. Тот, кто будет слушать этот разговор, который происходит между нами, тот, кто явился свидетелем этого, тот, кто будет слушать Харикако об этом, то постепенно, постепенно они обретут благо и освободятся от материальных страданий. На этом Шипахмада Махарай закончил небольшой обзор по Рикраму, который он совершил в Терупаче с местами Слеза Ночи Нарасим Хадеев. Рикришна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова